Матлёна купила холодильник с таймером. Поставила его на 9 вечера, чтобы не есть вечером. Если открыть позже, то он дико пищит. Думали, решили проблему. Но не тут-то было. Выяснилось, что каждый приходит ночью на кухню, выдергивает вилку от холодильника из розетки, тырит еду и снова втыкает. Сара мужу. Немедленно извинись перед шнеер-зонами. Муж Саре, не буду извиняться. Нет, ты извинишься. Ну ладно, муж набирает номер шнеер-зонов. Это квартира Сидоровых? Нет, извините, пожалуйста. Стоит какая-то тётка и говорит. Согласны ли вы взять Джонни Матлёну? И тут я стал трезветь. Робинович просил отпустить его домой пораньше по случаю серебряной свадьбы. Но директор был непреклонен. Знаем мы эти штучки, сказал он. Стоит не отпустить вас сегодня, как эта история начнёт повторяться через каждые 25 лет. Жена навела сегодня в порядок своей сумочке. Сколько всякой фигни там было. Два раза мусорное ведро вносил. У преподавателя по высшей математике однажды пропала его любимая собачка. Он объявил, что нашедшему поставит пятёрку без экзамена. С тех пор во время сессии собачка стала пропадать по нескольку раз. Зал филармонии. Начинается вечер. Объявляют. Шестая симфония Шостаковича. Исполняет. На заднем ряду. Ну видишь, сколько можно было одеваться. Пять симфоний пропустили. Мужчина позвал одну женщину куровой. Та подала в суд за оскорбление личности. Суд присудил обвиняемому публичное извинение прямо в зале суда. Господин судья, спрашивает осуждённый. А если бы я на курову сказал, мадам, мне бы ничего за это не было? Ну, разумеется, нет. В таком случае извините, мадам. Все дети – это, безусловно, цветы жизни. Они не бегут, а как будто порхают над землёй. Кроме небольшого бегомота, живущего на этажом выше. Лывёт корабль. На мостике стоит ботсман и сморчит бинокль. Капитан, справа по борту шестивесельная шлюпка. Через некоторое время. Капитан, слева по борту шестивесельная шлюпка. Ботсман, убери ваш бинокль. Пациент позвонил в поликлинику, чтобы записаться на приём к врачу. Простите, ответила дежурная. Мы сможем принять вас только через две недели. Но к тому же времени я могу ему речь. Никаких проблем. Если ваша жена известит нас, мы отменим запись. Жена сказала, что хочет пожертвовать свою одежду бедным голодающим семьям. Я ответил, что если им подойдёт её одежда, не такие они и голодающие. И тут началось. Человек твёрдо стоит на ногах, когда он покупает закуску дороже выпивки. Вечер. Женщина звонит в дверь соседке. Маша, у тебя скалка есть? Не дам. Я сама мужа жду. Привезти в село интернет очень тяжело. А вывезти потом село из интернета вообще невозможно. Полноватая женщина подходит к мальчику и спрашивает его. Я пройду в парк через эти ворота. Мальчик не уверен. Не знаю, не знаю. В общем-то машина с сеном недавно тут прошла. На карантине периодически пытайся вылезать свои джинсы. Потому что пижама вводит тебя в заблуждение. Подписываемся. Кликаем на колокольчик. Продолжение следует...